Информация, которая взбудоражила и мировую общественность, впервые она прозвучала на заседании Совбеза ООН о том, что, возможно, депортация крымских татар, об этом заявил представитель Украины в ООН, и Чуркин тогда заявил, что неправда, это провокация и ложь, после чего представитель Украины заявил, что это было сообщено в том числе и представителям крымско-татарского народа, а вчера вы распространили информацию о том, что в кругах российской власти обсуждается вариант депортации из крымских татар. Такие слухи в интернете ходят, появляются какие-то документы, появляются какие-то слухи, намеки или даже прямая речь неких депутатов. Вот вы можете сказать, что конкретно в этом плане вы знаете, о чем идет речь и насколько это реально? Ну, разумеется, мы получаем информацию не только по интернету или там из газет, у нас есть какая-никакая своя служба, в том числе источники, скажем, самой России. Соответственно, с нашей информацией в кругах, в том числе ФСБ, существует мнение оставлять крымских татар, не оставлять, договариваться с ними, не договариваться, можно ли договориться на тех условиях, которые они считают возможным. И как нам сообщили, что сторонников депортации или создания условий, которые позволят максимально исход крымских татар из Крыма, большинство оказывается. Но есть, скажем, какая-то часть, которая говорит, ни в коем случае это нанесет ущерб престижу страны в таком духе. А на бытовом уровне в Крыму это довольно часто, особенно вот эти так называемые казаки ходят и даже, ну вот, мне рассказывают, вроде бы более 10 лет вместе жили соседи. Самым невинным тоном спрашивает свой сосед, а вы когда уедете? А в чем дело? Ну, у вас же все равно будут выселять, вот мне, я хотел переселиться в вашу квартиру. Это хорошие соседи, которые друг друга ходили там в гости. Вот, примерно, создается такая. В школах такой вот настрой, не знаю, ну, дети, скажем, начинают нападать на крымских татар, если особенно заговорят они на своем языке. Это чего тут? Это Россия. Ну, дети детьми, ну, они же откуда-то слышат, какой-то дух, видимо, у них невидимо, точно, видимо, получают они этот настрой из дома. Вот, поэтому среди крымских татар такая напряженная. Ожидание чего-то очень нехорошего.